Дикая природа и аккуратное, незначительное вмешательство человека. Земля леопарда – одно из уникальных мест в Приморье. Здесь каждый турист может найти для себя маршрут и вид отдыха по душе. Гостям предлагают начать знакомство с выставочного зала, расположенного в центральной усадьбе парка. У входа встречают два стенда с символическими копиями отпечатков лап всех известных дальневосточных леопардов, которых зафиксировали фотоловушки. Каждый представитель кошачьих имеет номер, рядом с ним приписывается буквенное обозначение пола, F – женский или M – мужской. После этого леопарду присваивают имя. Иногда это делают школьники, иногда известные личности, а еще имена могут давать и целые организации. Те, кто присвоил имя, становятся хранителями этого леопарда. Они делают это просто своим именем, своим брендом, они помогают им. Привлекать внимание к проблеме сохранения приморского края. Среди деревянных копий есть и лапки леопардов Памелы, имя которой дала актриса Памела Андерсон, и Валерой, хранителем которого стал клуб «Адмирал». Всего за пять лет фотоловушки зафиксировали пока что 95 диких кошек, но среди светлых лап есть одна темная – это Миамур, которого сбил автомобиль. Его хранителем был Илья Логутенко. Специалисты рассказали, что у пятнистых скоро начнет назревать квартирный вопрос. Раньше дальневосточные кошки жили на всей территории приморского края. Сейчас все они помещаются в небольшом по площади национальном парке. Однако сотрудники делают все, чтобы популяция диких кошачьих только увеличивалась. Для их миграции нацпарк планирует построить сооружение в виде виаддука через федеральную трассу Владивосток-Хабаровск. Не тоннеля, а москаток, уделен он над дорогой, который будет за синим лесом. Также сотрудники парка активно сотрудничают с китайскими коллегами, которые в свою очередь решили развивать приграничную территорию Китая и тоже создают свой парк. Уже прошло несколько встреч. В будущем борцы за сохранность дальневосточного леопарда обменяются опытом. То есть, если наша территория национального парка и заповедника – это 280 тысяч гектаров, у них там полтора миллиона. Любой желающий может посетить один из пяти маршрутов, два из которых находятся в заповеднике «Кедровая пать». Леопарда здесь бояться не стоит. Это мирная и осторожная кошка. На каждом из маршрутов есть информационные стенды, которые подробно рассказывают о местности, флоре и фауне. Растительный мир парка богат реликтами и эндемиками. С разных точек троп открываются великолепные виды – множество синезеленых гор или моря и скрон деревьев. Некоторые экскурсии знакомят и с историческими событиями. К слову, подробно рассказывается и о Якове Барабаше, в честь которого названо село, в котором располагается усадьба земли леопарда. Хотя он и говорил, что, вот здесь его цитата отмечена, что я только человек и больше ничего. Тем не менее, так или иначе, именем этого человека было названо место село, которое до сих пор так и называется Барабаш. На днях список троп пополнился и новым маршрутом «Семиверстка», который официально открыли хоккеисты-адмирала. Он рассчитан на сильных и выносливых людей. За шесть лет существования нацпарк «Земля леопарда» добился значительных результатов в деле сохранения уникальной природы этого уголка России. Благодаря пресечению попыток браконьерства, эффективной работе по подкормке копытных, численность дальневосточных леопардов увеличилась и имеет тенденцию к дальнейшему росту. За относительно короткий срок, около 10 лет, популяция краснокнижной кошки выросла более чем в два раза – с 30 до 84 особей. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов, Евгений Апарин. Новости на Восьмом.